Мы двигаемся дальше и у нас следующий доклад. Доклад, обратите внимание, уважаемые коллеги, молодого ученого. Молодого ученого из Санкт-Петербурга, Павлова Виктория Александровна. Павлова Виктория Александровна нам представит доклад «Антикоагулянтная терапия у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий в реальной клинической практике. Необоснованное применение сниженных доз». И я бы хотела, чтобы Вы, Виктория Александровна, представили себя, откуда Вы, где Вы являетесь молодым кардиологом. И слово Вам для доклада, пожалуйста. Добрый день, глава, уважаемые коллеги. Меня зовут Павла Виктория Александровна. Я являюсь клиническим ординатором-кардиологом первого года первого медицинского университета в Санкт-Петербурге. И для меня является большей честью участвовать сегодня в юбилейном конгрессе. И в рамках такого актуального симпозиума мне бы хотелось поделиться нашим исследованием антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий. Конечно, распространенность фибрилляции предсердий в общей популяции очень высока. И более того, встречаемость с фибрилляцией предсердий неуклонно растет. И по данным новых клинических рекомендаций по ведению пациентов с данной аритмией, которые вышли не так давно, каждый третий пациент в возрасте старше 55 лет имеет риск развития фибрилляции предсердий. Так что же происходит с фибрилляцией предсердий в реальной клинической практике? На базе нашего университета мы занимаемся оценкой ретроспективной истории болезни пациентов, которые были госпитализированы в социанарх, терапевтическую клинику. И мы уже длительный период времени этим занимаемся. И на данный момент мы имеем три больших блока проанализированных данных. Это период с 1985 по 1990 год, с 2005 по 2010, и с 2014 по 2018 год, соответственно, последняя пятилетка. И посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, насколько выросла когорта пациентов старшего возраста, то есть пожилых пациентов, пациентов старческого возраста, при том, что доля пациентов более молодого возраста значительно не изменилась. И мы понимаем, что это очень важная категория пациентов. Здесь мы должны внимательно взвешивать все «за» и «против», когда назначаем антиаритмическую терапию, а также антикоагулянтную терапию. Также при анализе причин и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с фибрилляцией предсердий, которые были оценены, мы заметили, что наряду с классической ишемической болезнью сердца также колоссально возрастает встречаемость артериальной гипертензии в последние пять лет, также хронической сердечной недостаточности. И, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, что наблюдается рост пациентов с сахарным девятым второго типа и с ожирением. Конечно, неоспоримым фактом является рост комаргидности наших пациентов. Ракурс взгляда на терапию пациентов с фибрилляцией предсердий колоссально изменился за последнее время, и буква «А» в стратегии новой ABC подразумевает в первую очередь применение антикоагулянтов у пациентов с данной аритмией для профилактики инсульта и тромбоэмболических осложнений. Поэтому мы решили рассмотреть частоту применения антикоагулянтной терапии у больных в реальной клинической практике на догоспитальном этапе, а также мы проанализировали эффективность этой терапии, то есть о каких дозах назначаются эти препараты и насколько хорошо мы защищаем наших пациентов от инсульта и тромбоэмболических осложнений. Из почти 11 тысяч историй болезней мы проанализировали 1307 историй болезней пациентов именно с фибрилляцией предсердий, и у них мы оценили риск инсульта и системных тромбоэмболий, риск кровотечения, а также назначение обоснованности антикоагулянтной терапии на амбулаторном этапе и дозировки мы оценивали в соответствии с инструкциями препаратов. Так вот, посмотрите, коллеги, что же получается. Из всех пациентов с фибрилляцией предсердий антикоагулянтной терапии была показана 89% пациентов. Это очень большое число пациентов, и мы видим, что риск амбулаторных осложнений по шкале 1-2-1 у этих пациентов достаточно высок. В среднем 4,7 балла. Конечно, мы учитываем, что это пациенты, которые были госпитализированы в клинику, то есть это пациенты с высокой коморбидностью, и, конечно, балл и риск инсульта у других пациентов очень высок. Но что же происходит в реальной ситуации? Посмотрите, пожалуйста, глубоковажаемые коллеги, 47% пациентов на довоспитальном этапе при этом не получали антикоагулянтную терапию. Из тех пациентов, кто получал антикоагулянты, конечно, большую часть получали прямые оральные антикоагулянты, но, тем не менее, высока доля применения антагонистов витамина К, то есть в основном это, конечно, варфарин, но мы все прекрасно понимаем, что применение антагонистов витамина К сопряжено с рядом клинических проблем. Это сложность итерации дозы, это сложность контроля международного нормализованного отношения, это взаимодействие данных препаратов с другими лекарственными средствами и с продуктами питания. Соответственно, мы решили оценить, а насколько же эффективно мы используем эти препараты. Так вот, посмотрите, пожалуйста, глубоко уважаемые коллеги, 60% пациентов, принимающих варфарин, находились без целевого международного нормализованного отношения на догоспитальном этапе. И обратите внимание на то, что почти половина этих пациентов имели МНО меньше двух. И, коллеги, мы, конечно, понимаем, что в такой ситуации, когда МНО находится в нецелевом диапазоне, мы можем почти что приравнять такую ситуацию, что у нас пациенты совсем не получают антикоагулянтную терапию, и риск инсульта, и тромбоэболических осложнений у него остается очень высоким. И поэтому, конечно, в новых рекомендациях сделан огромный акцент на подборе антикоагулянтной терапии, выборе препарата, выборе грузировки препарата. Сначала мы отсеем пациентов с низким риском инсульта, у которых нам не понадобится антикоагулянтная терапия. А дальше при оценке пациентов по шкале час-два вас мы понимаем, что уже с одного балла у мужчин и двух баллов у женщин мы должны рассматривать антикоагулянтную терапию. И, конечно, приоритетом являются прямые оральные антикоагулянты, за исключением ситуации, когда у нас имеется у пациента механический клапан или умеренный тяжелый метральный стеноз. И эти препараты будут у нас предпочтительными на данном этапе. Но мы также должны помнить, что есть критерии, по которым мы должны редуцировать дозу прямых оральных антикоагулянтов. Они четко прописаны для каждого препарата, который имеется у нас в арсенале. Это бибегатран, эверксабан и апексабан. И, конечно, есть четкие критерии, рекомендации, когда мы должны эту дозу модифицировать. Однако в мире есть тенденция к необоснованному применению и сниженных доз антикоагулянтов. Несмотря на то, что в западных странах и восточных странах отличаются исходные характеристики пациентов, тем не менее тенденция это общая. Посмотрите, пожалуйста, в США. Каждому седьмому пациенту с фибрилляцией предсердия назначалась сниженная доза феррональных антикоагулянтов, и 57% из них получали сниженную дозу необоснованную. Здесь же мы видим в Японии та же ситуация, достаточно частое применение необоснованных сниженных доз. И, конечно, это сопровождалось не очень благоприятными исходами, вы понимаете, у этих пациентов, включая смерть пациентов. Теперь посмотрите, коллеги, пожалуйста, что же мы получили в нашем исследовании. Несмотря на то, что большинство пациентов получали полноценную дозу антикоагулянтов, тем не менее достаточно часто мы видим сниженную дозу. А теперь посмотрите, глубоко уважаемые коллеги, когда же назначались эти сниженные дозы без показаний. Колоссальный процент. 41% у добегатрана, 79% у апексабана и 61% у ревороксабана, при том, что 4% получали ревороксабан в дозировке, которая даже не зарегистрирована для профилактики тромбоэмболических осложнений. Конечно, это феноменальные цифры, полученные нами. И почему это так важно? Вот посмотрите, четверть пациентов получает необоснованно сниженную дозу апексабана, то, что мы получили по нашим данным, а уже было проведено исследование о том, что это не только не уменьшает риск инсульта, а даже в 5 раз его увеличивает. Конечно, очень важным вопросом является противопоставление риска инсульта и кровотечения. Понятно, что причиной, по которой доктора снижают дозу антикоагулянтов, является боязнь кровотечения. Тем не менее, пациенты, в свою очередь, наоборот, больше опасаются инсультов. И даже есть такая интересная статистика, что пациенты готовы пережить 4 больших кровотечения в избежании одного инсульта. Мы решили проанализировать, какие же факторы заставляли докторов снижать дозу необоснованно. И вот мы посмотрели, что сравнивая пациентов, получающих полную дозу и сниженную дозу без показаний, конечно, у пациентов, которым снижали дозу, у них был более высокий риск кошка-лехазблита, то есть более высокий риск кровотечения, либо активная онкопатология, либо имеющееся большое кровотечение в анамнезе, что, соответственно, заставляло докторов идти по данной тактике и снижать дозу, вне отсутствия критериев, которые прописаны в рекомендациях. И вот посмотрите, пожалуйста, коллеги, на следующий слайд. Здесь представлено то, что мы сравнили группы также полной дозы и сниженной дозы с показаниями и без показаний, и сравнили по характеристикам, которые могли бы нам давать сниженную дозу, по характеристикам, которые нам говорят о высоком риске тромбоэмболических осложнений. И что мы видим, глубоко уважаемые коллеги, что на самом-то деле пациенты не отличались достоверно в этих группах по возрасту, по шкале 1-2 ВАЗ, по критериям высокого риска тромбоэмболических осложнений, самое главное, по культу и почек, что могло бы докторов, наверное, тоже склонить в сторону редуцирования дозы. И поэтому хочется сделать следующее заключение. Да, мы часто используем антагонисты витамина К, и, к сожалению, все-таки большая часть пациентов находится в нецелевом диапазоне МНО. И часто мы используем прямые оральные антикоагулянты, но, тем не менее, почти 20% получают необоснованную сниженную дозу. И еще раз подчеркну, что да, эти пациенты имели высокий риск кровотечений или какие-то другие причины, связанные с кровотечениями, тем не менее, по возрасту, по функции почек и по рискам тромбоэмболических осложнений они не отличались от пациентов, получающих полную дозу. Таким образом, они могли бы получать полноценную дозу, но этого не было сделано, и, соответственно, наши пациенты не были защищены от инсульта. Поэтому мы предлагаем такой постулат, что, конечно, в первую очередь должен для нас быть главным пунктом риск тромбоэмболических осложнений и снижать дозы мы должны только по официальным инструкциям к предваратам прямых оральных антикоагулянтов. И мы будем стремиться к тому, чтобы защищать наших пациентов от тромбоэмболических осложнений и от инсульта. Спасибо большое за внимание, коллеги. Спасибо огромное, Виктория Александровна. Спасибо.